Добрый вечер всем! Вот и закончился наш марафон. Три месяца пролетели очень незаметно, очень быстро, познавательно, увлекательно. Было сделано много выводов, но хотелось бы начать с того, что меня привело в марафон. В марафон меня привела моя личная история, мои отношения с любимым человеком. Мне хотелось их наладить, мне хотелось работать над этими отношениями, улучшать их. Ставила перед собой это как самую главную и важную цель для будущего, для семейной жизни, для укрепления. Но по ходу дела марафона случилось очень много событий, которые привели к тому, что получила главный ответ. Истинные эти отношения были или неистинные. Так совпало символично, что как раз в день окончания марафона было принято решение о том, что эти отношения нужно прекращать. Но я не хочу с этим человеком выяснять отношения, я желаю ему счастья. Я хочу его поблагодарить, как поблагодарить также Ольгу и Алексея за весь тот опыт, который мы прошли. За то, что я познакомилась с прекрасными девушками, единомышленницами, которые стали нашими подружками. Мы собираемся вместе в городе Киеве, мы проводим интересное время, у нас есть темы для обсуждений, постоянные беседы. Мы поддерживаем друг друга. Это очень важно. Это было очень позитивным опытом, который важен для каждой из нас. И эта поддержка действительно помогает идти вперед, независимо от того, дойдем мы до конца, не дойдем мы до конца. Кто-то будет иметь большие изменения, кто-то будет иметь незначительные изменения. Но все равно мы становимся другими, это однозначно. Что касается меня, то я научилась любить себя, это самое главное. Я стала для себя королевой. Если раньше мой мужчина для меня был моим величеством, его величеством, то сейчас появилась девушка, мое величество. Я королева для себя, это самое главное. Я открыла в себя, я открыла в себе новые таланты. Я вообще отказалась от брюк. Ношу исключительно длинные, красивые, элегантные платья. Выгляжу очень ярко, поменяла свою внешность. Что-то подретушировала, что-то исправила, где-то похудела. Стала более духовной. Начала ценить действительно свои отношения с Боженькой. Смирилась с той волей, которая есть на сегодняшний момент, несмотря на то, что я очень сильно любила его величество. Но время покажет, как оно будет дальше, к лучшему. Самое главное, что я не потеряла себя, я не обозлилась. Я научилась прощать, научилась отпускать, научилась принимать. Я научилась любить. Любить действительно искренне, бескорыстно. Может быть, чрезмерной эмоциональностью. Но это действительно была настоящая любовь. И марафон мне помог это понять. Меня накрывало, меня шторило. Мне хотелось в какой-то момент все оставить, забросить. Но, тем не менее, я решила дойти до конца. И мои надежды, они были оправданы. Оправданы, прежде всего, результатами в себе. Потому что, как бы там ни было, но наши окружающие замечают нас после изменений в нас самих. И это стало ключевым моментом для меня. Я получила ответы на свои вопросы. Наверное, сбылось около 35 желаний в целом от 100 задуманных. Но есть теперь движение вперед. Есть желание двигаться в каких-то новых направлениях, в новых течениях. Открывать себя дальше, работать над собою. Эта работа будет продолжена. Потому что мне есть к чему стремиться. У меня есть очень много планов, идей, творческих порывов. Кулинарных каких-то открытий для себя сделать. Поэтому все впереди, все будет хорошо. Я желаю всем девочкам любви, женственности, благополучия, понимания наших истинных желаний. И пусть эти желания становятся истинными, настоящими. И пусть они сбываются. Благодарю Ольгу и Алексея за тот опыт, который мы получили в марафоне. Спасибо. Спасибо.